Горные лыжи И вот у меня в школе в моей английской математичка все время ездила по ушам, что мне нужно идти учиться в спортивную школу, а не вот в этой крутой английской школе, потому что я часто уезжаю на сборы. И в общем у меня вся жизнь была в каком-то таком вот адовом стрессе. Это я сейчас понимаю. Ну как-то для меня тогда это была такая естественная среда обитания. Я моталась, я жила, ну и сейчас, собственно, живу я на Юго-Западной. Школа у меня была метро профсоюзная, горные лыжи на Ленинских горах. Ну музыкальная школа была где-то по соседству. И вот значит это все у меня, все это детство, все это происходило, а о мотоциклах я всегда мечтала. Ну подумать о том, что я вообще могу ездить за мотоциклами, да еще и заниматься этим профессионально, да еще и зарабатывать деньги. Ну в тот момент это вообще было просто что-то из области фантастики. Поэтому, когда мне исполнилось 16 лет, я уже болтала папу, что мне надо купить мотоцикл, что я просто ездила по даче, по полям, по огородам. Но поскольку мама с папой, они у меня умные товарищи, они понимали, что на меня тяга к мотоциклам, она все равно меня к ним приведет. И надо как-то что-то с этим делать, и лучше это сделать под присмотром. И они согласились. Многие говорят, вот родители купили дочке мотоцикл, это вообще ужас-ужас. Но я думаю, что им просто ничего не оставалось делать. Они из, как это, трех зол, там, из двух зол выбрали меньше. И, в общем, у меня моя история мотоциклетная началась с того, что я просто ездила по полям, по дачным. И все-таки, как говорится, ничего не предвещало. Я поступила после школы в Иньяс на Вечерку. И перед этим поработала год еще в библиотеке, потому что я с первого раза в Иньяс не поступила. И тогда, собственно, я решила поступать на Вечерку. Я училась в Иньясе. И потом пошла работать в мото-магазин. И вот там я познакомилась с ребятами уже мотоциклистами, спортсменами. И тогда у меня появился, наконец, уже первый нормальный мотоцикл. Я попробовала поехать на гонку на свою первую. Это был 99-й год. Все это было, опять же, это было хобби. Это подумать о том, что можно этим заниматься профессионально. Вот опять же, такие вот, знаете, наши стереотипы, что ли, какие-то вот заезженные какие-то истории про то, что ну как вот, 99-й год девочек на мотоцикл вообще не бывает. И спорт, ну как-то вот, да, надо же образование там. В принципе, я до сих пор очень благодарна родителям, что они все-таки меня вот так воспитали. Потому что вот эти мои все образования, которые, казалось бы, к спорту не имеют отношения, они к ним очень большое имеют отношение. Это, конечно, сейчас уже начинают понимать. Но тогда вот как-то все было вот так. И, в общем, я поехала на свою первую гонку, проехала ее. Надо было ехать 360 километров вокруг озера Селигер. Я ехала какие-то бесконечные часов, я не думаю, 6-7. Мне было тяжело. Мне еще, кстати говоря, не хотели на эту гонку пускать для начала, потому что я была одна девочка, там были только мальчики, и там в этой гонке, помимо мотоциклистов, участвовали еще автомобили большие, здоровые. И директор гонки, естественно, когда меня увидел, когда мы пришли заявляться, подавать заявление на гонку, он говорит, вы что, девочка, я вообще не знаю, она сейчас там в лесу заблудится, ее машина переедет, я не хочу брать на все ответственности, он вообще ни в какую. Ребята его там с грехом пополам договорили. Мне тогда как раз-таки попался номер 13, тот на шелку букет 56 выступал. Вообще я стараюсь ездить по номеру 13, ну так у меня первый номер, который мне выдали на гонке. Он говорит, вот здесь номер 13, один единственный, вот если хочешь, бери, и хочешь, ты под ним участвуй. Он, видимо, надеялся, что у меня будет какой-то там какие-то предрассудки на эту тему, он ее сказал, вообще не вопрос, 13-й номер, и с тех самых пор он, в общем, мне как-то приносит, я считаю, удачу. И проехав эту гонку, я, по-моему, я финишировала, финишировала, по-моему, предпоследнее, если не вообще последнее. Мне было так плохо, что на следующий день я не могла стоять с кровати, ну потому что, естественно, я даже не была готова ни физически никак, я просто села кое-как-то, не умела ездить на этом мотоцикле и поехала. Вот, и на следующий утро проснулась, вот это да, вот это то, что прям меня цепляет, то, что мне нравится. Но все равно, опять же, это все осталось на уровне хобби, потому что, по-моему, подумать о том, что этим можно заниматься, тогда, даже в тот момент уже еще мне эта мысль не пришла в голову. И я еще после школы хотела поступать на операторский факультет, я хотела быть кинооператором. У меня, видимо, всегда была какая-то тяга к железу и к творчеству, я вообще такой больше гуманитарий по своей, скажем так, сути. И когда я училась в Уньязе, так получилось, что, опять же, благодаря мотоциклу я попала на Масфильм, меня пригласили дублировать актрису в кино в сериале Николая Достоля. И меня позвали на Масфильм, Достоль со мной поговорил, говорит, слушай, ты так подходишь, такой типаж, подходишь вообще на эту роль, может, ну и нафиг эту актрису, давайте вместо нее проедешь и скажешь, там пару слов, там роль такая микроскопическая. И я такая, ну, окей, ладно, давайте попробуем. Ну, в общем, я попала в кино таким образом, там где-то дней 5-6 мы снимали все это. Ну, точнее, сериал-то снимался, понятно, несколько месяцев, я снималась конкретно дней 5-6. И я когда тут вернулась, я поняла, что да, вот эти мои какие-то хотелки такие еще романтические, еще со времен старших классов, что я хочу в Деоператора, это действительно то, что я хочу. Я такая думаю, надо понять уже, как поступать в Абгит, при том, что я говорю, я все детство занималась сборными лыжами, я не ходила всякие фотокружки, никогда. Это просто из какой-то души, что называется, какая-то была такая история. Я где-то в телевизоре увидела съемочную группу, и подумала, как классно, камень, это так интересно. И, собственно, почему я не пошла поступать в Абгит после школы, опять мои добрые родители, они мне отговорили, сказав, что чтобы поступать в такой крутой кинематографический институт, нужно иметь, во-первых, с плечами все эти фото кинокружки, и хотя бы каких-нибудь Тарковских, или Кольчеловских, Михалковых родственников, потому что. Ну и опять же, вот это все у меня отодвинулось, но все равно в Абгит таки я поступила, я такая, видимо, как козерог, очень упертая, но все-таки, если что-то я задумала, я это стараюсь воплотить. Я поступила в Абгит, и на какой-то промежуток времени у меня вообще мотоциклы, они вышли немножко за поле моего, так сказать, зрения, я продала всю технику, которая у меня была, я купила себе кинокамеру, я, опять же, вот уже благодаря английскому языку изучила все книжки иностранные, как настраивать эти камеры, я в какой-то момент была там в Москве лучшим видеоинженером по всем этим телевизионным камерам, еще все у меня было очень неплохо, в том момент, когда в нашей любимой стране случился очередной кризис 2007-го, по-моему, года, это было 2007-й, 2008-й, да, вот что-то в этом роде, и, естественно, когда случается кризис, в первую очередь проседает что? Проседает всякое развлечение, бизнес, съемку, бизнес именно такой киношный, съемки, все кино рухнуло, все рекламы, которые снимали, тоже стали по минимуму снимать, работы не было у меня на этом, однокурсники, очень тоже крутые ребята-операторы, они таксистами, потому что надо как-то на хлеб зарабатывать, вот, ну плюс у меня там еще в личной жизни тоже были такие перестроения, то есть я вот одно прекрасное утром проснулась и поняла, что я так больше жить не могу, мне надо все поменять, и для того, чтобы прокормить ребенка, который у меня же в тот момент появился, поступала во в ГИК, кстати, тоже очень весело, у меня неожиданно, как-то бывает частенько в жизни, непланово забеременела и поступала во в ГИК уже с таким пузом на операторский факультет, и на первом курсе в ГИК я оказалась, собственно, вот у меня 1 ноября ребенок родился, то есть я подучилась с сентября-октября, там, чуть-чуть октября, да, у меня родился ребенок, я училась на дневном, и благодаря, конечно, моей маме она мне очень серьезно помогла, я умудрилась не брать академически и все это вот как-то вот провернуть, это было тоже очень веселое время, но возвращаясь к 2008 году, я, значит, всю жизнь свою перекроила, кино тогда не было, съемок не было, и мне пришлось сеть работать в офис, чтобы для меня вообще это фигурически было просто, ну, но я в этом плане скажу так, что я человек, я ничего не боюсь, то есть, нет, ну, как говорится, жизнь припрет, я могу и в офисе работать, я сейчас понимаю, что я любую абсолютно работу, там, дворником, секретаршей, кем угодно, и главное, что я понимаю, что я буду эту работу делать вот хорошо, кстати, тоже, мы как раз это обсуждали, знаете, вот это мне очень бесит такой подход, это еще со времен, когда я оператором работал, оператор там не снимал какой-то фигни, ну, некачественной, ему говоришь, ну, почему ты так плохо снял-то, ну, смотри, тут вот так, так, по свету, и вообще плохо, слушай, ну, мне заплатили три копейки, я только и снял, мне бы заплатили там миллион, я бы снял лучше, ну, я, вот, и не верю, почему-то, вот, как-то, да, ну, я, то есть, объективно, есть какие-то вещи, да, которые мешают тебе, там, нанять вертолеты, крутые камеры, но, в принципе, вот какую-то основу, базу, да, видно, что человек, если делает хорошо, он это делает в любой ситуации, будь то, там, в дворке или будет, там, он снимает что-то, там, какую-то на крутую технику, то есть, это как-то, внутри человека, поэтому, ты ему можешь заплатить миллион, но если не умеет это делать хорошо, он это хорошо не сделает. Ну, в общем, со своим идеалистическим подходом я пошла работать в офис, помощница генерального директора телекомпании Stream, и я целых 9 месяцев ходила в офис, такая как помощница, секретарша, носила костюмы, в туфлях, носила кофе, договаривалась о встрече, по ночам решала вопросы начальника о том, что у него виза, что-то карточка не принимает или что-то такое. Ну, в общем, все со всеми вытекающими. И он, значит, после 9 месяцев, как я у него поработала, он на меня смотрел, смотрел с печалью, в глаза прислушивался, Миша, не могу смотреть, но как ты мучаешься, ты все делаешь хорошо, но это не твой вообще уровень, ты оператор, ты мотогонщица, как ты на мотоцикле ездишь. На тот момент я уже в гонках начала участвовать, на кроссе, в каких-то женских заездах, но, опять же, это тоже все было на уровне, в общем, хобби. И он меня отправил снимать передачи для телеканала Drive, который расходил телекомпанию Stream, а я была оператором. Я не была ни ведущей, ни продюсером. И такой, Кирилл Генщик, а как? Я же ничего не знаю. Через месяц принесешь мне передачу пилотную, и будем разбираться. И вот тоже я ему, конечно, благодарна, потому что очень многое в нашей жизни происходит, когда нам судьба какие-то пинки под зад дает. И когда ты, вроде бы, оказываешься, когда ребенок, который полтыхается в море, ты не знаешь, куда плыть. Но жизнь тебя заставляет куда-то плыть, и ты начинаешь мобилизовать все свои силы, все свои знания и пытаться получить что-то новое, чтобы тебе это помогло двигаться дальше и вперед. И, в общем, таким образом я вдруг на пустом месте практически стала продюсером, телеведущей и, в общем, и так далее, и так далее. Мы с подружкой из ГИКа вдвоем делали передачу, которая 28-минутную, которую на этот же телеканал делали всякие большие студии, там были звукорежиссеры, режиссеры, продюсеры. Мы вдвоем и снимали. Я поначалу выставляла сама кадр, потому что я оператор говорила, Жанка, я не буду сбегать, ты нажимай на кнопку, я даже это самую там все выговорю. И таким образом мы делали эти передачи. А в титрах приходилось дописывать дополнительные имена, потому что там как-то нам было просто неловко, потому что у нас передача была, и всего у нас двое. Я говорю, давай придумаем, что у нас был звукорежиссер. Я говорю, давай, давай, допишем, у тебя Симонова, давай. Там были, не знаю, продюсеры или еще что-то. И таким образом это все... Поначалу это меня немножко кормило, потом я открыла свой мото-магазин, опять же тоже так жизнь повернулась. И, собственно, с момента открытия мото-магазина моя жизнь как-то глобально пошла уже в сторону мото всей истории, и спорт начал становиться уже чем-то профессиональным тогда. Начиналось все с того, что я думала, что классно, я езжу на гонки, я участвую в соревнованиях, и таким образом я могу привлекать людей, купать что-то у нас в магазине, потому что я использую тот же продукт, который мы продаем. И, собственно, такой вот, как говорится, маркетинг на коленке, реклама на коленке. И когда я проехала первый такой полный сезон в российском чемпионате по ралли-рейдам, это, собственно, гонки такие на дальнее расстояние, много дней, это та дисциплина, где я участвую. Самая известная гонка – это ралли Дакар. Она проходит, она была, соответственно, в Африке, потом переезжала в Южную Америку, сейчас она переехала в Саудское Аравие, накачу по миру. Это формат гонки, где там идет плюс-минус 10 дней-две недели, один выходной посередине, ты каждый день едешь на мотоцикле, ты утром встаешь в 5 утра, садишься на мотоцикл и едешь. У тебя расстояние там по-разному бывает, где-то в среднем 600-700, до 1000 км. Кусок по бездорожью, так называемый спецучасток – это там, где все соревнуются. Леозоны – это кусочки обычно по асфальту, где все движают от лагеря до старта спецучастка или после финиша до лагеря. Там никто не заняется, там все соблюдают правила дорожного движения. Возвращаясь к нашему магазину, к ралли-рейдам, я решила, что классно, я могу пытаться рекламировать магазин через ралли-рейды. Когда я проехала в российском чемпионате, я поняла, что это очень затратное дело такое, потому что мотоцикл, экипировка – это все стоит денег, даже при том, что мы это все сами привозим, у нас нет, мы сами себе наценки не делают. Я поняла, что нужно привлекать спонсоров. И тут в голову прошла мысль, что, о, наверное, спорт может работать как бизнес. Потому что все принципы плюс-минус одинаковые в жизни у нас. Если ты хочешь, чтобы тебе заплатили денег, то ты должен сделать себя неким продуктом, чтобы люди могли за тебя заплатить эти деньги и получить какую-то свою прибыль. И тогда я тоже начала, опять же, читать всякие разные умные книжки. Как правило, они почему-то на английском, на русском. Почему-то очень мало по литературе на эту тему, особенно всякий спортивный маркетинг. И я подумала, что да, надо теперь с этим начинать работать. Надо работать с прессой, нужно работать своим каким-то вообще, в принципе, имиджем. И так далее, и так далее. Я начала сама, ну, помимо того, что я уже снимала передачи, я понимала, что это большой мой плюс. То есть, если кто-то со мной начинал партнериться, то так или иначе эта продукция, там, или бренд появлялся в телевизоре, что уже хорошо. Дополнительно я начала писать сама статьи в журналах, потому что тоже наша пресса, наши журналисты, особенно профильные мотоциклетные, это, конечно, такая история. Они там заняты своими делами и вообще ни для чего. Поэтому, как бы, я решила взять все в свои руки и заниматься еще всем сама. Вот, и тянуть эту лямку. А потом, в какой-то момент, мы решили с мужем, что надо бы как-то вот уже выше, дальше двигаться. Уже захотелось ездить на гонки на серьезной, и мы решили замахнуться на чемпионат мира. Съездили в качестве, просто, ну, поглазеть, как в качестве туристов, на этап чемпионата мира Марокко. Посмотрели, все понравилось, но мы поняли, что это какие-то колоссальные денежища. То есть, один этап чемпионата мира, это вот просто без мотоцикла, без экипировки, просто съездить. Это будет, там, порядка 20 тысяч евро. А в сезоне таких этапов, ну, минимум, 5 надо проехать. То есть, это 100 тысяч евро, это только на поездки, плюс сам мотоцикл, который, там, 40 тысяч евро стоит, экипировка и еще все это остальное. И мы так взгрустнули, но поняли, что надо как-то, если мы хотим развиваться в этом направлении, то тоже нужно какой-то бизнес-план прийти. Соответственно. И в тот момент поставили, в общем, достаточно много на кон. Я решила, что так, что надо, естественно, в первую очередь заявить о себе, нужно проехать, нужно довидеться каких-то результатов и потом пытаться эту всю историю каким-то образом начать продавать. И поехала на свои первые гонки в 2014 году. Мы поехали на первый этап чемпионата мира в Эмиратах. И у меня, я скажу так, у меня вот эта гонка вообще была первая, первый шок был со всех сторон, потому что в первый же день на этой гонке разбился насмерть один из мотоциклов. В этот же день у меня сломался мотоцикл, который мы там взяли на прокат. После чего добрались опыты и поняли, что прокатные мотоциклы лучше не брать. Надо ездить со своим. И так далее, и так далее. В общем, тогда я приехала из Эмиратов немножко такой вот головой квадратной. Я кое-как там добралась тоже до финиша, потому что не было толком опыта во всем этом. Шли вслепую, потому что российские участники не принимали участие до этого никто. То есть даже посоветоваться было не с кем. Мы все это добирались, это все по пути. Проехали этот этап, решили, что отлично, надо ехать еще куда-то. И вот так в сезоне я проехала три этапа. Стала серебряным призером Кубка мира в женском зачете. Под конец уже года у меня уже был определенный опыт, я уже немножко раскатилась, уже показывала более-менее приличные результаты. Но мы потратили все наши возможные и невозможные деньги из семьи, из бизнеса все вынули, все об этом бухнули. Спонсоры почему-то как-то вот так раз, и с неба не свалились. Черт, где же я промахнулась? Где же я что-то рассчитала не так? Но я как бы все это в самом начале, как было понятно, это все очень идеализировала. И, в общем, оно не случилось так, как планировалось. И мы уже было приуныли все в последний момент. Я думала, что он, наверное, все-таки не получится так. Спорт все-таки действительно не может приносить каких-то денег, спорт не может быть чем-то таким серьезным. Ну, по крайней мере, мотоспорт, потому что, там, понятно, олимпийские виды спорта, это совсем другое. У нас в стране совершенно другое к этому отношение. Но тут случилось такое получудо. Знакомый, с которым я встретилась на презентации, гонки Африка и Крэйс. Африка и Крэйс – это гонка такого же типа как Дакар. Она проходит в Африке по маршруту ставок. Когда Дакар основной уехал из Африки, из Южную Америку, последователи той, скажем так, теории настоящих ралли-рейдов, они остались в Африке. Была презентация этой гонки, и на этой презентации я встретилась с человеком, который предложил мне поехать на Африку Рейс за его команду. Он сам был на тот момент гонщиком, он участвовал в ралли-рейдах на автомобиле. Но, опять же, надо понимать, что ралли-рейды, поскольку тоже это все очень дорого, в основном 99% участников – это все-таки люди с достатком, это либо бизнесмены, либо, не знаю, миратские какие-то катарские шейхи и так далее. Но участок спортсменов там достаточно немного, потому что они не могут себе это просто позволить. И, соответственно, этот мой знакомый, он тоже был далеко не бедным человеком, но у него были завязки во внеш-эконом-гонке, он благодаря этому смог организовать спортивный бюджет по этой истории, все рассчитал и взял меня в команду, чтобы я как раз отрабатывала всю эту историю медийную, потому что ему появляться на полунике было не так, что ли, с руки. Но было одно условие, что я беру тебя в команду, ну ты едешь на Африку РС, мы оплачиваем только половину, а вторую половину ты ищи денег сама. И тут тоже, ну как же так, мы так уже все, у нас денег уже нет, вообще все, уже просто пустили. Но, опять же, гонг Африка и КРС, надо понимать, это такое большое серьезное мероприятие, мы понимали, что от нее будет большой медийный выхлоп и гораздо больше, чем от этих этапов Чемпионата мира, где я участвовала. Залезли в долги, заняли денег, там, в общем, тоже пошкрябли по углам, поехали на гонку Африка и КРС и сработало. Действительно, был хороший выхлоп, потому что там ездил с нами на гонку КамАЗ-мастер, Сережку Приянов там из Газпрому привез Матч ТВ, он привез Россия 24, они все это снимали. Я попала в телевизор большой, федеральный, попала во всякие разные журналы, про меня написали статьи. И когда я приехала, у меня уже появилась на руках какой-то некий, да, там, что-то осязаемое. То есть, когда я приходила уже к партнеру потенциальному, рассказывала про гонки, мне спрашивали, ну, окей, классно, там, вот у тебя там был мегатипчик, а что это, как бы, это фигня, где реально и как это работает. У меня уже был какой-то материал, который я могла объяснить, как это работает, где это появляется, и что я для этого делаю. А в тот момент как раз у меня начали появляться уже денежные спонсоры, там тот же Матюль, потом в процессе сезона появился еще Рэдбул, и так далее, и так далее. В том сезоне я смогла стать чемпионкой мира в женском зачете, потому что так уже полномерно все было, дошли к подготовке, хорошо выступила. И, собственно, вот так вот, вот эта вся история начала потихоньку, потихоньку себя окупать. Понятно, что мы там еще были в долгах все это отдавали потихоньку, было тоже очень много всяких сложностей. В шестнадцатом году поехали на фрикурейс второй раз, и я там уже ехала в общем зачете, боролась с мужиками за подиум. У меня на восьмом этапе из одиннадцати, на восьмом этапе сломался сначала мотоцикл, таким образом, что мне это отбросило туда вообще назад, в турнирной таблице, и не смогла уже бороться за подиум. А апофеозом этой всей историей было то, что предпоследний день гонки я упала, очень неудачно, и у меня был компрессионный, ну, тогда еще не знала, у меня сломался позвоночник, компрессионный перелом. То есть это не то, что я там упала, все, и лежу, и не шевелюсь, я могла шевелиться, у меня была жуткая, совершенно дикая боль в спине, я доехала этот день, доехала следующий день, и о том, что у меня компрессионный перелом узнала уже в Москве, когда вернулся, в Африке, в Сенегале, по-моему, не определить, что со мной случилось. Вот, и в тот момент я оказалась такой, он тоже, вот вроде бы, вот она поперла, да, там все, спонсоры появились, вроде гонки, все, вот как хотелось, начало развиваться, а потом бац, опять такой провал вниз, опять, соответственно, по здоровью я на полгода оказалась на больничном, плюс новости от Внешэкономбанка, там тогда как раз все это руководство смелит, как раз было 2015-го, 2015-го года, начало 2016-го, и всю эту историю наши спортивные тоже заклеили мне с голову мой товарищ, что все, говорит, мы больше не, ну, команды нет. И я опять в полуразбитых корыто, и в очередной раз хочется на все плюнуть, уже, да ну, сгоря, но все, синим пламенем, пойти, не знаю, там, работать в сеть офисе, со стабильной зарплатой, и уже я вообще никуда не рвется. На тот момент у меня уже второй ребенок появился, в процессе как-то между делом. Это как-то я свою жертву объяснила, да. В 2012-м году у меня сын родился, да, а вот уже так гонять-гонять плотно начало 2013-м. Вот, и вроде думаешь, ну как, вот хочется, все, руки опускаются, никак и никак. Ну, а прошло полгода, и все-таки я решила, что нет, ну так вот все бросать, когда уже столько было поставлено на кон, и надо все-таки как-то дальше развиваться. И, соответственно, в 2016-м году, как только у меня позвоночник зажил, я поехала на гонку на другую рыболбанию, там были совершенно катастрофические условия, горы, тяжелой, огромный тяжелый мотоцикл, эту гонку тоже проехала, и в тот момент, опять же, тоже какое-то там чудо, у меня появились партнеры команды со странным названием «Московская полиция». Это была вообще очень интересная история. У меня знакомый говорит, хочешь поехать на Дакар? Я говорю, ну ты чего дурацкий вопрос задаешь? Дакар – это мечта каждого гонщика, кто в ралли-ридах участвует, это такая вот олимпиада, я не знаю там, что-то такое. Топовая гонка, самая сложная, ну и самая дорогая, понятно. И он говорит, слушай, у меня тут вот, значит, есть люди, которые хотят команду отправить. Пошли. Куда мы едем? Петровка 38. Интересно. Приезжаем, значит, московская полиция, заместитель начальника московской полиции, говорит, да, у нас вот такая идея, автоматический клуб, у нас московская полиция, мы хотим отправить команду, что-то там не Дакар, тра-та-та. Я говорю, ну окей, ладно, едем в Дакар. Я сейчас, до последнего, это было в каком-то таком сюрреалистическом тумане, потому что мы приносили им списки, что нам нужно. У меня был товарищ в команде Саша Иванютин, мой тренер, и, соответственно, по совместительству чемпион на кроссе многократный. Мы приносили им списки из того, что нам надо, там, я не знаю, наколенники, три пары, там, не знаю, торюбелья, носки и трусы, два мотоцикла, там, еще что-то, еще что-то. Вот. Меня вызывали, говорит, да, приезжай, надо согласовать списки. Ну, сейчас будут говорить, вот мотоциклы, они же дорогие. Так, это все понятно, мотоциклы все понятно, а вот ты написала 200 евро за фотографии, это что такое? Я говорю, ну, вы понимаете, что когда мы едем на конки, нужно нанять фотографа профессионально, потому что, ну, там, потом, что-то будет и в журналы, что вы отправите отчет, там, или на сайт, и везде, что это нужно, это полезно. Такие, ну, ладно, хорошо. Вот. И, в общем, таким образом, попала на Дакар в 2017 году, первый раз, собственно, от России девушка поехала на Дакар, и все бы это было бы очень здорово, если бы это не омрачилась история с нашей любимой Вадой, и Мильдонией, и вот эти истории, которые я даже подумать не могла, что вообще такое может со мной случиться уже, где, там, Google, и все, все вот эти вот наши звезды спорта, да, которые там мучаются этими вопросами, не где я, а я там все это время занимаюсь только тем, что пытаюсь найти бюджет на то, чтобы поехать на гонки. Я сама себе тренер, сама себе, там, не знаю, пиар-менеджер, сама себе СММщик, сама себе там все. И тут, значит, меня берут на марокканской гонке за два месяца до поездки на Дакар, анализы, допинг-контроль. Раньше этого вообще у нас не было, в мотоспорте мы брали рейда, как-то вообще все было не до этого. И через месяц приходят результаты, анализы. Мне говорят, что у вас нашли Мильдонией. Ну, это вообще, как это вообще, как это вообще может быть со мной связано? Ну, естественно, как результат мне пишут, что все, ваша лицензия приостановлена, гоночная, ну, никуда вы, естественно, не поедете. Вообще, светит 4 года дисквалификации от вообще каких-либо гонок, там, даже близко не было, это самое. Тут я начинаю вспоминать, что вообще, как это могло случиться. И тут, другая моя история всплывает, потому что у меня со школы проблемы, у меня очень часто и головные боли все время меня преследовали, особенно, когда какой-то стресс, какие-то напряги, когда на гонках очень часто начинает болеть голова так, что потом все 5 дней вообще непонятно, как ее утихомирить. И я, там, много лет назад пошла к врачу, она мне там что-то рассказала, что сосуды, туда-сюда, говорит, вот тебе надо раз в полгода проходить капельницу, прокапывать, вот там, где рецепт, в капельнице написано и дренол, и глюкоза, еще что-то, ну, какой-то микс там, который... Я с этим рецептом ходила просто раз в полгода в соседнюю лабораторию, где мы ставили капельницу, и о чем вообще не думала, потому что, ну, я же еще не фармацевтам еще, надо быть врачом, чтобы разбираться с том, что... и оказалось, что этот дренол это и есть, на самом деле, тот же самый мельдоний, а я просто об этом не знала, ну, потому что это надо было как-то просто изучить. То есть, конечно, в этом есть доля моей вины, потому что, ну, я вот просто еще, как бы не... в тот момент я как-то не придала этому какого-то значения, потому что обычно в командах есть командный врач, да, который следит за всеми спортсменами, он следит за тем, как это все происходит, а я такой человек-оркестр, ну, вот этот момент из внимания моего ушел. В общем, короче говоря, все это выяснилось, я поняла, что мне нужно, по что бы то ни стало, мне нужно доказать, что, как бы, что я не верблюд, что я не собиралась жрать этот мельдоний, чтобы всех обогнать, и так далее, и так далее. У меня оставалось всего два месяца, и опять же тут же тут же такой вопрос, я через знакомых спортсменов олимпийцев узнала контакт юриста спортивного, выяснилось, что стоимость спортивного юриста, как сказал мой знакомый юрист, который был в своем адвокатское бюро, он сказал, не тем я всю жизнь занимался, а спортивной юриспретенцией заниматься. Вот, цены там такие, что, естественно, было понятно, что мне вообще даже близко это все не светит, и что нужно разбираться самой. И вот такая очередная проблема, очередные, значит, вот эти все задачи, которые перед мной стояли, и плюс у меня же войсковская полиция, и я так подумала, что сейчас, чёрт, а если я им скажу, что меня не пускают на гонку, они там с потребоваться, я, значит, я не знаю, там деньги вверхнуть, или еще что-то, ну тебе прям упасать, я не знаю. но на меня хоть тут отлегло, потому что я, когда пришла к полицейске, я ему сказала, что, знаете, тут такая вот история, а это все происки американцев, ладно, бог с ними, ты все хорошо, ты сама жила, здорово. Вот, они как-то так философски к этому отнеслись. Но мне все равно было в тот момент, конечно, не до смеха, потому что на кону, конечно, стояла вообще гонка, в которой я двигалась, мечтала очень много лет, и я понимала, что вот, если сейчас у меня это не случится, то это не факт, что это вообще случится когда-либо еще. И мне нужно было во что бы то ни стало доказать тем, что я могу участвовать. Я, короче говоря, помимо всего прочего, еще превратилась в юриста. Сама себе юрист. Я, значит, взяла, слава богу, английский я знаю, взяла, значит, антидопинговый кодекс, начала его изучать от корки до корки, писать письма в Международную Мотофедерацию с юристом общаться. И это было, конечно, это было очень тяжелое время. Два месяца я не спала, я просыпалась каждые полчаса в ночи, надо вот этот пункт прочитать. Вот, может быть, я его можно так трактовать, хотя при том, что я вообще не юрист, даже близко не юрист, но вот я как-то начала мыслить как юрист, и результатом стало то, что я уже улетела в Парагвай на старт гонки, еще толком не знала наверняка на сто процентов получится или не получится поехать, и уже там в Парагвае в пять утра в день, когда мне уже надо было со всеми документами прийти к организаторам и заявиться на гонку, показать все это, что меня допускают на гонку, в пять утра мне этот юрист прислал разрешение, что ладно, окей, все, уже догад, убедила. Ну, то есть я им прислала всю историю болезни, все эти переводы, естественно, они должны быть официальные, все это их закидала, они все там с врачом из МОД Федерации, из международной, они все это изучили, и поняли, что действительно такая проблема, да, там, плюс еще наша федерация накосячила, когда выдавала лицензии, в общем, короче говоря, все вот это вот, вот, но чтобы все это доказать, собрать это в кучу, аргументировать, это вот у меня ушло два месяца, без сна, без еды, без всего, я когда выехала на стартатару, такая вот уже никакая, для меня, в принципе, победа была уже выехать просто, просто на старт, потому что, как ехать уже дальше, я в тот момент даже не думала об этом, ну, как-то доехала, на самом деле, была очень тяжелая тоже гонка, все, доехала, и слава богу, но это просто вот как раз-таки пример того, что, с одной стороны, очень часто все говорят о том, что, да, там нужно уметь там делегировать, очень делегировать, то-се, а выходит, не знаю, по крайней мере, у меня, с моим опытом, я понимаю, что чем больше я из разных областей облагаю всякими разными знаниями, тем больше мне это помогает, и двигает это меня вперед, то есть, да, я уже разбираюсь и в спортивном маркетинге, там, частично, вот, с юридической точки зрения, разобралась, да, со всеми этими историями, с ВАДой, там, и еще что-то, еще что-то, я уже там, и механик, естественно, сама себе, потому что, в прошлом году, в 2019-м, я опять собралась на Дакар, прихожу к своим партнерам, говорю, давайте поедем опять на Дакар, у меня компания Матюль, они генеральные партнеры Дакара, они же там главные на Дакаре, давайте вы как-то мне это поможете, они говорят, слушай, ну, ты знаешь, мы тебя очень любим и уважаем, но ты уже доехала в такой ситуации в Дакар, что ты уже никого не удивишь, а нам нужно, что ты никого не удивила, давай-ка ты поедешь в зачете, так называемый, молли, он раньше назывался, это по французскому слову, ящик, потому что этим участникам выдают ящик с запчастями, ну, точнее, ящик пустой, ты сам комплектуешь запчастями, гонящими ключами, но смысл этого зачета в том, что ты едешь без ассистанса, без помощников, без механиков, ты проехал целый день, там, если обычно гонщик он отдает машину или мотоцикловому команде, механикам, он сам идет отдыхать, спать, готовиться к следующему дню, то в этом зачете смысл в том, что ты приезжаешь, и тебе нужно самому чинить свой мотоцикл, обслуживать его, готовить его на следующий день, ты живешь в палатке рядом с этим мотоциклом, все это на такой маленькой огороженной территории, и люди смотрят за тем, чтобы ты ни в коем случае, соответственно, никак это не нарушил. И прикол был в том, что женщины в этом жутком зачете никогда не участвовали. Ну, потому что, в принципе, Дакар – это очень сложная история, а участие в Дакаре без механиков – это вообще совсем сумасшедшая история. И они говорят, вот, давай ты поучаствуй в этом зачете, это будет классно, прикольно, и всем весело. Я, естественно, раз подумала, что это совсем вообще не весело, но я даже сразу, при том, что я достаточно авантюрная барышня, я сразу сказала, нет, ребята, давайте меня сразу здесь закопаете и не будем всем учиться, не дешевле выйти. Но неделю ходила, мучилась с этим вопросом, и в итоге мысль о том, что мне как-то отказаться и даже не попробовать – это не в моем стиле. Ну, в конце концов, никто же не говорит, что вам нужно обязательно доехать и всех победить. Ну, попробовать – это всегда, да, это всегда нужно, потому что потом я просто сама себя съем той мысль о том, что я даже не попробовала. Я говорю, окей, ладно, ребята, давайте сейчас соглашаюсь, я еду, и мы начали к этой истории готовиться, и мне, соответственно, писалось, чтобы ехать в этом защите, нужно было стать механиком. То есть понятно, я в общих чертах знаю, как мотоцикл работает, сама в детстве тоже гайки крутила, но вот это совершенно другая история, когда я началась заниматься уже профессиональными гонками, у меня уже появился нормальный профессиональный механик, и я уже об этом как-то особо и не вспоминала. А тут все, все сама, масло менять, фильтры менять, колеса менять, там есть какие-то поломки тоже, менять все самой, там звезды, цепи надо менять, уметь колебать. Я начала заниматься со своим механиком, уже конкретно учиться, как это все делать. И, в общем, это все действительно сработало, помогло. Я в 2019 году проехала тут в Дакар и стала вообще первой девушкой, которая вообще за всю историю Дакара проехала в зачете без механиков. И тут увидела, что действительно вот эта поговорка, когда глаза боятся, а руки делают, это, видимо, тоже про меня. И таким образом, в общем, дожила до того момента, что происходит со мной сейчас. На сегодняшний момент, конечно, мне уже будет загорел жаловаться, у меня партнеры, спонсеры. Понятно, что всегда не хватает, всегда мы что-то ищем больше, но сейчас у меня новые уже идеи, хочется двигаться дальше. Уже я начала потихоньку гонять и на автомобилях, и на баги, сейчас хочу пересесть. Но мотоциклы, все равно, это у меня такая любовь, как говорится, вон вах, все равно, он будет всегда со мной рядом. В этом году, все равно, еще буду ехать чемпионат мира на мотоциклах. Вот. Но чему меня научили ролевейды и вообще спорт, в принципе, в том, что это меня все научило тому, что, если у тебя есть какая-то цель, ты очень хочешь ее добиться, в принципе, все возможно. Даже если ты маленькая, слабая девочка, и все у тебя находится вот здесь, в голове, по большей части. Если ты со своей головой можешь подружиться, то, ну, реально никаких преград нет. Потому что на тех же, на том же Дакаре, я увидела частенько, когда здоровые, огромные мужики, стоят просто вот на обочине, и плачут. Подъезжаешь, говоришь, ты чего? Алло, гараж, сберись, трявка. А он стоит, и он такой, не пить, да этим не пить, мне плохо. Ну, видно, что у него уже губы подрезкались, у него обезвоживание. А у него висит вот этот вот шланг с изотоником. Я же говорю, в воду держишь шланг, ты чего? Он уже не соображает. Ну, потому что уже все, у него настолько уже обессилило, и все. И они сходят по разным причинам. Бывают непонятные травмы, люди разбиваются насмерть, потому что нациклисты, конечно, это самый уязвимый персонаж на гонке, потому что мы не находимся в защитном каркасе, а если ты падаешь, то, соответственно, всеми частями тела все пересчитываешь. Девочек очень мало участвует в ралли-рейдах, вот в таких особеннох, как Дакар, потому что, как я уже говорила, очень тяжело физически, очень тяжело морально. И я бы даже сказала так, что как раз таки ралли-рейды это действительно все больше про голову, потому что, как бы ты не тренировался физически, ты, естественно, на третий-четвертый-пятый день начинаешь вставать. Ну, так получается. И на пятый-шето день ты просыпаешься, у тебя все болит, ты не можешь просто встать с кровати, с матраса, выползти из палатки, и у тебя просто ты должен найти ту мотивацию двигаться дальше. Очень много людей сходят именно потому, что они не могут найти эту мотивацию для себя. нахер мне это все-то надо, все, я не хочу больше никуда ехать, я должен лететь домой недавно, к семье, к детям в свою чистую белую кроватку. Те люди, которые умеют найти эту мотивацию, они двигаются и добиваются цели, добиваются успеха, добиваются того, что они доезжают до финиша. У меня часто тоже задают вопрос, где я, собственно, эту мотивацию нахожу. У меня очень много разных вариантов на тему. Самая простая мотивация – это то, что я просто сама себя начинаю уговаривать, я думаю, что ну, как ты сейчас сдашься, ты не доедешь, а потом будешь сама же себе мозг съедать по поводу того, что ты им тут слабину дала. И начинаешь собираться с силами, с мыслями, едешь дальше. Вторая мотивация – это то, что, ну, вот у нас на мотоциклах у нас стоят такие датчики GPS, которые по спутнику организаторы, и все болельщики видят, как эти точки передвигаются. То есть у меня тут семья моя, они все, кто у меня болеет, они смотрят на экран и видят, как я еду. Если точка останавливается, начинают все дико, естественно, переживать, потому что значит что-то случилось. Вот. И я думаю, блин, вот сейчас все смотрят, и у меня точка вот моя, она стоит, и все там уже там рудны себе волосы, и думают, что же случилось. Потому что в первую очередь, естественно, все думают о плохом, потому что нет, я не могу так людей заставлять их нервничать, надо ходить потихонечку, но ехать, чтобы всем показать, что я жива еще более-менее не здорова. Вот. Ну и разные еще другие всякие варианты. Много же друзей и людей меня поддерживают в соцсетях, которых я не знаю, но они там за меня болеют, мои болельщики, мне пишут, что Настюха, мы там за тебя болеем, Сибирь с тобой, я не знаю, Крыль с тобой, там еще кто-то, Урюпинск. И думаю, как же там ребята-то в Урюпинске, блин, не могу я Урюпинск подвезти, мне надо ехать. Но самый кайф, когда я тоже долго не могла найти ответ на вопрос, зачем я вообще всем этим занимаюсь, что у меня так, здесь это все тяжело, это все какое-то вечное преодоление. Зачем? Что вызывает удовольствие? Ну, помимо того, что иногда бывает, что ты ловишь кайф, естественно, от самой езды, когда ты не очень уставший, когда у тебя ничего не болит, это все понятно, но по большей части все равно ты едешь и страдаешь, тебе плохо. но я поняла, что меня доставляет удовольствие именно в момент, когда я понимаю, что я смогла победить себя с ту слабую, которая хотела сказать, нет, все, я все брошу, я не хочу, я не поеду, я хочу на ручки, платья и так далее. И когда ты каждый день, то есть гонка же несколько дней длится, 5 дней, 10 дней, 2 недели, и вот ты приезжаешь каждый день в Бивуак, этот лагерь, где мы живем, который тоже двигается вместе с гонкой, каждый раз ты приезжаешь в Бивуак и думаешь, что ты это сделала, классно. И внутри такое состояние, очень сложно передать, на пальцах описать, там все это показать, но внутри какое-то тепло такое, я думаю, классно. Сегодня я себя победила, и за это мне нравятся эти гонки, за это чувство победы над собой, над этими обстоятельствами, как я в видео говорила, это все заставляет двигаться дальше, и вообще люди все, которые участвуют в ралли-рейдах, они в этом смысле такие маньяки, они всю гонку думают, блин, когда же финиш, а как только все финишируют, все-таки грустнеют, и такие, слушай, а ты едешь там, через 2 недели, а вот через месяц будет гонка, маньякали, и так друг другу, как это сообразим, ты понимаешь, что ты просто без этого уже не можешь, это действительно какая-то наркомальная такая, в хорошем смысле, я вот сейчас смотрю, уже несколько лет подряд, очень популярная стала тема, с тем же триатлоном, многие люди с бизнес этим занимаются, триатлон тоже очень похожая история, это тоже преодоление, в основном всегда длится один день, но тоже это очень тяжело, к этому нужно готовиться, вот так вот раз, это не делаешь, и каждый раз, когда я разговариваю с людьми, которые этим тоже занимаются, это классно, это вот я, потому что, это же не вопрос не про результат, что ты кого-то победил, а то, что ты победил себя, ты преодолел, ты смог проплыть, пробежать, проехать, и от этого люди испытывают определенные чувства, эмоции, да, физическую усталость, моральную, ты перезаряжаешься очень серьезно, и люди, которые серьезно напрягаются, ну, обычно, как правило, руководители, у которых проблемы на работе, в офисе, они, таким образом, просто мозги прочищают, и заряжаются этой энергией, да, физически эту энергию отдают, морально заряжаются, и точно так же, очень много людей занимаются ралли-рейдами, точно так же абсолютно, потому что, ралли-рейд, это такая отдельная жизнь, то есть, помимо того, что вы гоняете, помимо того, что это соревнование, это же еще путешествие, потому что гонка проходит, как видите, фотографии, вообще в таких местах, да, просто нормальный человек, здравый, умеет светлую память, просто вы поймете, вот, а ты проезжаешь там, есть такую деревню, в Мавритании, видишь, как эти люди живут там, настоящие, они никак показываются на дискамере, или где-то в телевизоре, все это разговариваешь с людьми, разговариваешь с местными жителями, потому что, помимо того, что ты гоняешь, еще есть куски, вот то, что я говорила, проезжаем мы там просто по удовольному общему пользу, заезжаешь в какие-то кафешки, и так далее, и так далее, все это путешествие, и это, в общем, по большому счету, такая, ну, как бы, и философия тоже, определенная, потому что я, по сути своей, я, в общем, по большей части на тройвер, мне кажется, не нравится, потому что я люблю, как это не странно звучит, и я думаю, что вот именно эти гонки, почему мне нравятся, потому что я там одна, вот так вот одна, в пустыне, больше никого, и все, иногда бывает, что едешь, просто начинаешь какие-то мысли в голове переваривать, со мной разговаривать, и это все мне нравится, и это увлекает, поэтому, я даже не знаю, про эти гонки разговаривать часами, часами, может быть, вы мне задаете какие-то уже наводящие вопросы, Настя, расскажи, когда тебе страшно? Страшно? Вот совсем страшно. Ну, страшно у меня было, было таких серьезных, страшных историй два раза, первый раз на первом Дакаре в семнадцатом году, когда гонка проходила на территории Аргентины, Парагвай, Боливии, а Боливия, как вы знаете, она вообще вся очень высоко находится, высокогорные там, три с половиной, четыре тысячи метров, и в какой-то момент, мы ехали по такому огромному плату, абсолютно ровному, нам не было ни деревьев, ни дороги, ни стальбов, вообще ничего, но все это было и находилось на высоте там, три с половиной, четыре тысячи метров, и началась гроза, началась жуткая совершенно гроза, и прям в воздухе пахло вот этим электричеством, мы начали молнией бить на землю, и я реально испугалась, что меня ударит молнией, потому что у меня там была вот таким медицинским прыщом, который торчал, и прям молнией, мне казалось, что это еще чуть-чуть, и реально для нее дотянуться могу. В тот день, кстати говоря, одного бойчика мотоцикл молнией ударило, он, слава богу, живой остался, но его так серьезно контузило, мотоцикл, естественно, заломался, то есть это, ну, то есть, то, что я рассказываю, это прям были не шутки, не то, что там где-то гроза где-то там, она прям здесь была, было страшно, а ничего, ну, ты ничего сделать не можешь, там спрятаться некуда, и оставалось только просто ехать и молиться, что в тебя не попадет. И второй раз было страшно, как раз вот на втором Дакаре, в девятнадцатом году, тоже уже ближе к финишу, был день, я не помню, восьмой, девятый, за гребнем Дюны, ну, Дюны видели, да, не Дюна, и когда ты падаешь за Дюной, то человек, который едет отсюда, он не видит, что там за ней, а ладно, мотоциклист, а когда там машина или грузовик девятиторный, то это все чревато, и я вот так вот за Дюной завалилась, и за мной через какое-то время поехал грузовик, и он, короче говоря, я так только успела встать, и к мотоциклу попыталась подойти, точнее, подползти, и я увидела просто, что небо почернело, у меня такая девятитонная махина, она надо мной нависла, я как-то в сторону успела, слегка отползти, в общем, он вот так вот перемахнул, и мне просто повезло, что он гонщик, который за рулем сидел, у него дядька, и он слышал сигналы по прибору, там у нас срабатывает тоже система оповещения, что если кто-то из мотоциклистов падает, в радиусе 500 метров участников в их приборах раздаётся такой сигнал неприятный, и он понимал просто, что, ну, как бы, сигнал это раздаётся, но ты не знаешь наверняка где-то, человек в радиусе 500 метров, где угодно, он просто понимал, что может быть всё что угодно, и в момент, когда грузовик вот так вот плюхнулся вниз, он просто нажал сразу на тормоз, чтобы посмотреть, и, собственно, сразу же меня увидел, что обычно автомобили, чтобы не застрять в песке, они когда вот так перевалятся, они всё равно на газ и едут. На том Дакаре, кстати, тоже у меня там по мотоциклу переехал, ну, это так, это было не так страшно, вот грузовик, было страшно, потому что мотоцикл, он прям вот передними колёсами так пнул, а бампер этого грузовика у меня был там 2 метров перед лицом, я потом отъехал, ну, мотоцикл вытащила, отъехала в сторонку, метр минут, наверное, 10 стоял, мне просто вот так трясло, потому что вот это осознание того, что могло случиться, оно так догнало на гонках, это бывает, к сожалению, частенько такие истории случаются, но вот, когда ты показываешься буквально на волоске, оно, конечно, ну, было очень, прям, и неприятно, и реально страшно. ну, тоже такая вот история, после этого меня спрашивают, как же у тебя там двое детей, вот ты так рискуешь, это же вот, ты что, зачем оно тебе надо, ну, я не знаю, а что лучше, может быть, лучше так, так, ну, классик, чем отводки, от простуд, ну, как-то очень узкий спектр, реально. нет, я просто понимаю, что, если я этим заниматься не буду, то это уже какая-то не жизнь будет, ну, для меня лично, и я боюсь, что для моих близких это будет еще хуже, потому что это же все будет на них отражаться, так или иначе, я просто не настолько человек, который, ну, я думаю, мы все такие, но так или иначе, если мы занимаемся чем-то не тем в этой жизни, то это все равно, это видно, это и со стороны, и ты сам для себя это чувствуешь. Вообще, я считаю, что обычно успеха добиваются люди, которые, которые любят свое дело, или как минимум, когда это дело их заводит, это какой-то драйв они от этого получают, какой-то кайф, да, пусть это зарабатывание денег, или это производство чего-то, или я не знаю, все что угодно. То есть, если человек от этого получает удовольствие, то это точно, когда-то человек с этим, со своим делом обречен на успех. А если он выходит на работу и ждет, когда же там у нас выходные уже, это все, мне кажется, это все, лучше сразу просто заканчивать. Ну, потому что это и... В каком возрасте заканчивается карьера? Гонщика? Скажу так, японский есть такой дедушка, Шурамаро, он слез, он сгонял на машине, на грузовиках, чуть ли не на мотоциклах начинал гонять, он закончил карьеру свою гоночную, когда ему стухнуло 800 по-моему. А в среднем. А сейчас, в этом году, Дакар выиграл Карл Сайнс, ему 56, 56. Да, Петрансель, третий, приехал, он 13-ти кратный чемпион Дакара, он 6 раз выиграл на мотоцикле, когда был помоложе, а потом на машину пересел. И вообще, ралли-рейды, это гонки больше взрослых людей, потому что там медлями амотами, машинами, автомобильными, мотошахматами, потому что помимо скорости, помимо умения управлять техникой, ты должен уметь спланировать свое наступление на неделю или две вперед, рассчитать свои силы, и в нас же как, мы ориентируемся по навигации, у нас нет навигатора как в машине, с машиной, с дорожкой, нам выдают дорожную книгу, где те нарисованы стрелочки, и километраж, и там какие-то пояснения, бумажные, все выглядит тут и подобное, и ты едешь просто по корпусу, то есть по дорожкам, ты проехал 100 км, у тебя на этой дорожной книге написано, что на сотом километре такой перекресток какой-то условный, и дерево, да, и мужик в пиджаке, и все. Когда подъезжаешь и поворачиваешь, если ты там плохо считала прибор, такой километражный, либо ты где-то отъехал в сторону, сбился с курса, взял градус не тот, особенно в пустыне, когда ты едешь между Бархангом, там нельзя это приангремин, ты едешь все такими галцами, и поэтому километраж тоже не точный, то есть это очень сложный процесс ориентирования, и только человек, который вот как бы уже серьезно там со своей головой дружит, он может все как-то в одну кучу организовать лодочный драйв, и умение ориентироваться, умение читать дорожную книгу, потому что у автомобилистов у них же есть штурм, но мотоциклист, он сам в себе есть штурм, это все, это ты должен успеть посмотреть, сообразить, прочитать, и ехать, конечно, максимально быстро, во сколько ты можешь, все обычно горячие головы, молодые ребята, кто приходил в роли рейды, они обычно, как мы говорим, ушатываются на первые три дня, потому что они начинают газовать, как сумасшедшие, и промахиваются мимо поворотов, продевать какую-то опасность, и так далее, поэтому тут нужно заставить себя чуть медленнее, а для этого нужно быть уже какой-то зрелостью, что ли, обладать, чтобы не попадать в гоночный азар, поэтому именно в роли рейдах можно гонять какого хочешь возраста, ну понятно, что мотоциклы, они больше требовательны к физической форме, вот, поэтому, если ты пересаживаешься на автомобиль, то в принципе, вообще предел как горизонта.